Что ж, приступим сегодня к решению задачи С1 из демонстрационного варианта ЕГЭ по физике. Помните, знание это ваш успех. Своя задача стоит следующая. Пишу ее. Магнит проходит через магниченный стальной стержень. Начинает свободное падение с нулевой начальной скоростью. Из некоторых положений, которые мы здесь изобразили. Прилетая сквозь закрепленное проводящее кольцо, стержень создает в нем электрический ток. Сила которой изменяется, как показано вот на этом графике. Основной вопрос состоит в том, почему у нас происходит такое изменение тока. Почему здесь значение как минимальное, как максимальное. Вообще рекомендуется задача описать физикое явление, происходящее в ней. Ну что ж, приступим. Это у нас начальное время из-за дна. Это еще закрепленное кольцо. Для того, чтобы ответить на этот вопрос наиболее грамотно, необходимо записать, что ЭДС индукции нашего, соответственно, контур записывает Дельта Фи на Дельта Т. А силу тока – это Дельта Фи на Р. Сейчас поясню, что за формула я привел. Это всем парком из закона Ома, а ЭДС с индукцией. Наш, соответственно, магнит при приближении к этому кольцу начинает пересекать с магнитным линией плоскость этого кольца. В результате чего в этом кольце возникает некоторый индукционный ток, который будет сначала течь таким образом, чтобы противодействовать увеличению магнитного поля в этом кольце. То есть, если мы так расположим руку, ну или так под углом, получается, что будет поле, его направлено от магнита на В вниз, а поле кольца будет наверх. Поскольку при постепенном приближении северного полюса к этому кольцу скорость магнита будет нарастать, а значит и скорость изменения Дельта Фи тоже будет нарастать, поскольку Дельта Фи — это у нас изменение числа, вот, допустим, этих вот линий, которые пересекают это наше кольцо, и чем ближе магнит, тем оно становится больше. Таким образом, может, конечно, это будет N2 минус N1. То есть, допустим, мы нарисуем сейчас два магнитика, один далеко, а другой очень близко к этому, к его же самому кольцу. Таким образом, здесь число линий, которые пересекают контур, будет гораздо больше, чем число линий, которые пересекает контур здесь, потому что часть линий от этого магнита будет уходить за пределы контура. То есть, вот эти линии магниты, которые будут идти, будут пересекать, вот эти вот синенькие, они будут уходить за пределы. А здесь практически все линии будут пересекать контур, потому что магнит уже очень близко к нему находится. Таким образом, дельта-фи будет положительная, и сила тока будет перетираться из-за того, что ЭДС у нас содержит знак минус. И сила тока будет нарастать. Но в один прекрасный момент у магнита будет следующее состояние. Когда он будет, допустим, начнет проходить через кольцо, но часть этого магнита выйдет за пределы этого кольца. Таким образом, у нас можно интерпретировать, что кроме тока, который направлен в эту сторону, будет появляться большой такой ток или какой-нибудь маленький тачок, который будет препятствовать тому, чтобы, допустим, и поражок магнитное поле будет в эту сторону направленное. То есть, как вы понимаете, вот так вот будет направленный маленький тачок в этом же контуре. Это поле будет небольшим по сравнению с полем, которое будете давать вот этот кондур. То есть, у этого кондура будет вот такое поле, потому что силовых линий... увеличение силовых линий надо препятствовать. У нас часть силовых линий будет уже начнет уменьшаться от числа силовых линий, потому что у нас магнит будет уже находиться уже практически частично за пределами этого контура, и уже надо будет препятствовать уменьшению числовых линий. Таким образом, величина N2 к N1 будет уменьшаться. Кроме всего прочего, сама скорость изменения бельта Фи будет расти. Поэтому здесь нас ожидает достаточно крутой, по сравнению с этим пологим, спад до нуля. Ноль у меня будет наблюдаться, когда магнит будет наполовину находиться в контуре посредством следующего соотношения. Здесь у меня будет середный полюс, здесь у меня будет южный полюс. Таким образом, линии будут перпендикулярны. В этот момент число... Можно интервьютирировать таким образом, что число уходящих линий и число входящих линий будет одно и то же. Таким образом, у нас получается, что N2 равняется N1 в этот момент. И, соответственно, и поле, которое у нас здесь порождается, поскольку часть линий будет уже уходящими, поднашение, как многое, часть уходящие, потому что пока все приближается, все линии будут выходить. А потом, когда магнит уходит, часть линий будет из него выходить уже, да? В этот момент, значит, таким образом будет получаться, что ток вообще не будет в этот момент. Кроме всего прочего, поскольку у нас, естественно, этот магнит будет дальше продолжать движение, будет удаляться от этого контура, у нас, в конце концов, скорость его будет нарастать, потому что он двигается по 10 сил тяжести. В начальном времени у нас, как сказано, движение будет идти по 10 сил тяжести только, и мы пренебрегаем всеми возможными магнитными взаимодействиями. Поэтому, как вы видите, В будет равняться минус ЖТ, если ОСИ направить так, и по моду, эта скорость будет расти порционально нашему ускорению свободного потения. И в конце концов, наш магнит окажется здесь, в связи с чего? Ток будет уже препятствовать тому, чтобы, и будет он направлен полностью уже вот так вот, чтобы у нас магнитное поле будет уменьшаться, и он будет создавать свое магнитное поле, которое будет препятствовать его уменьшению, потому что, если только магнитное поле увеличится, то он препятствует увеличению, а так будет уменьшение. Он будет уже направлено этого контура в эту сторону. Естественно, число силовых линий в ΔΦ будет уже и отрицательным, потому что оно будет уменьшаться, и ток будет расти. При этом, при этом, величина этого тока определяется скорость изменения ΔΦ к ΔΦ. Как вы понимаете, поскольку он у нас будет удаляться, а скорость у нас растет по этому закону, то, естественно, и скорость этого будет расти, и значит, ток будет достигать небольшого значения, чем издействует. Вот. И в конце концов, число линий, которые пересекают этот контур, вообще упадет, и в результате чего будет дальше происходить уменьшение ΔΦ, потому что контур будет все дальше и дальше, уже практически не будет пересекать этот контур. и таким образом, рано или поздно, когда он будет уже очень далеко находиться, у нас он, соответственно, уйдет на ноль. Вот и все. При всем при этом, плавный рост, это вот здесь вот, да, как раз будет характеризоваться тем, что в некоторый момент времени у нас вот начинает этот магний двигаться. Потом, соответственно, у нас происходить будет, естественно, как вы понимаете, при приближении некоторого увеличения числа линий. И только до того, когда он дойдет до отсутствия до середины, у нас начинается уже, соответственно, опять рост уже в сторону обратную, потому что у нас число линий будет, число-часть будет как бы входящей, а часть будет уже входящей, потому что уже появится некоторая часть, вот в этот момент времени, которая, в принципе, у меня там идет. И вот здесь вот он, когда вот здесь вот будет уже на середине, на середине, это, кстати, сзади будет точка середины, середина на нуле, когда вообще число входящей-ходящей линий будет, соответственно, одинаково. У нас, собственно, и все. максимум определяется как раз скоростью движения магнита все спасибо за внимание